привет друзья мы находимся сейчас в районе деревни лао дзай на горе мансон здесь мы поднялись на тырчиках на высоту в районе 1800 метров здесь уже можно проехать по такой дороге только на мотоциклах вот они собственно там находятся и здесь сад деревьев достаточно уже больших то есть они относятся к категории дашу хотя им всего где-то по 80 лет и здесь потрясающая конечно обстановка мы ехали по туману прямо внутри облаков и здесь уже облака внизу мы вверху и очень свежий воздух поют разные кузнечики птички никого нету очень спокойно и чувствуется мощь я уже пил чай из этих мест он конечно очень заряженный очень такой плотный насыщенный но о нем будет еще позднее подробный репортаж мы сейчас поднялись на высоту больше 1800 метров здесь везде чайные сады малых деревьев больших деревьев в том числе и старых деревьев называется это место юнингу чафан это это название фирмы которую это принадлежит мы сейчас находимся у самого старого дерева здешнего чайного короля возрастом 1300 лет вот он так выглядит на нем сверху бамбуковые леса для того чтобы собирать чай уже не собирает с него чай запрещено мощный очень ствол сейчас говорят что чтобы подняться наверх к самому старому дереву которого возраст 1300 лет для этого нужно найти какого-нибудь проводника потому что надо будет по лесу сначала ехать потом идти мы пока что своим ходом с товарищем отправились на байках деревья дашу большие деревья вот так они выглядят высота в районе трех метров у них вот это все вот горы там это все чай всюду и я здесь маленьких кустиков практически не видел высота деревьев конечно это не самая главная мера потому что она больше зависит от того насколько вокруг высокие деревья если деревьев много и они высокие то тогда деревья будут тянуться вверх будут высокими но возраст первую очередь определяется именно толщиной ствола вот здесь мы можем посмотреть что ствол достаточно толстый поэтому это дерево дашу ну и поскольку здесь уже высокогорный район и нету особо деревьев в округе больших все-таки это чайный сад они такие более извилистые уже если бы они были в джунглях они бы с прямыми стволами были мы доехали до горы мансон деревня нанбэн синцзай мы сейчас находимся в доме наших друзей они крестьяне причем они не являются малой народностью они ханцы то есть ханцу оригинальные китайцы но при этом они из юнани местные место это лао дзай находится не очень далеко от манхая но на высоте более 1800 метров просушка чая на солнце собранного вчера с малых деревьев здесь сразу чувствуется разница между бытом малых народности и ханцев то есть можно увидеть что у них дом он на каменной основе и у него нету вот этого первого сервисного этажа то есть люди живут на том же уровне что у них и происходит весь быт то есть вот та вот так же как и у народностей склад дров и машины для транспортировки грузов здесь печи для шачин конечно же мотоциклы вот на этом только что поднялся в горы здесь конечно автоматические варианты совсем не подходят нужно только полуавтоматы или мануальная и пёс привет их бедняга привязан вот такие вот дороги внутри деревни еще печи для убийства зелени у них тут достаточно масштабное производство судя по всему но сделано все менее аутентично но более практично привет дружище вся процедура чая от и до то есть его сначала собирают на горе потом спускают сюда вниз спускают вниз на вот таких вот машинах затем его помещают сюда здесь он лежит до момента прогрева в печи здесь такая сетчатая поверхность чтобы снизу поступал воздух и влага уходила